Никак я не привыкну к вот этой новой заставке, мы радиостанция, которая исполняет российское законодательство, да, и поэтому сообщаем, что лицам до 16 лет в какие-то моменты, может быть, и не стоит слушать реальное время, хотя я думаю, что наша программа очень достойная. Те гости, которые ко мне приходят, это очень уважаемые и достойные люди. Ничего скабрюзного вот точно они не скажут в эфире, но закон есть закон, соответственно, Финам.ФМ его соблюдает. Добрый вечер, господа. Начинаем наш большой двухчасовой вечерний интерактивный канал. В этом части у нас гость, гость, который по вашим заявкам я его неоднократно уже приглашал, но вы постоянно просите, и я его сегодня пригласил. Кто смотрит прямую веб-трансляцию на портале финам.фм, те уже его видят. Для радиослушателей я сохраню буквально на 30 секунд небольшую интригу и напомню, что с 20 до 21 мы с вами подводим итоги дня. Сегодня я выбрал две темы, которые вызвали, в общем-то, такой очень серьезный резонанс за эти сутки. И все наши темы мы обсуждаем в интерактивном режиме. Поэтому напомню, средства коммуникации 65 10 99 6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Как я уже сказал, там идет прямая веб-трансляция. Подключил я свой личный аккаунт и в Твиттере, так что можете всеми средствами связи пользоваться. Не забывайте про наш еще один информационный портал финам.инфо, где в круглосуточном режиме мы вас не просто информируем о важном происходящем в России за ее пределами. Но и вы также там можете участвовать в дискуссиях, высказывать свои мнения, соображения. 100% интерактив. Я бы сказал, такой суперактив. Интерактив. Реальное время на финам.фм. Дмитрий Орешкин. Сегодня у нас в гостях. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Начну с того, что меня шокировало где-то час тому назад. Я вам так слегка сообщил об этой новости. Я ее практически зачитаю в подлиннике, но в такой лайт-версии. Всероссийский центр изучения общественного мнения сегодня выдал на гора такие данные, которые меня просто на повал сразили. Есть у нас россияне, которые готовы поддержать идею включения телесных наказаний в Уголовный кодекс России в качестве меры наказания того, что люди должны нести ответственность за свои шаги. И в целом приводят такие цифры. Призывы включить в уголовное законодательство России в качестве меры пресечения телесных наказаний зазвучали после судебного процесса над Пусси Райт. 27% россиян поддерживают эту идею. Вам не представляется это шокирующим? Нет. Нет? Нет. Потому что я свою страну знаю. Я думаю, что значительная часть... А я романтик. Я тоже романтик. Одно дело знать, а другое дело мечтать и надеяться. Да. Люди живут на основании своего опыта и судят на основании своего опыта. И те, кого в детстве драли по попе ремнем, после этого выросли. И, как любые взрослые люди, они думают, что они выросли правильно. И они думают, что их воспитывали правильно. И они тоже так воспитывают своих детей. А уж нехороших-то людей, ну почему же не высечь? И, в принципе, четверть, чуть больше четверти населения вот примерно так и устроены. Конечно, они это не к своим детям направляют. И не о себе они так думают. Они думают, что это будет применяться к нехорошим людям. А они-то хорошие. За что их-то? То есть параллельные миры. Ну, конечно. И вот то, что вам совершенно, ну никак, ни в какие ворота. И то, что мне, ни в какие ворота. Последним делом вообще поднять руку на ребенка. Ну, это... А здесь вообще взрослых, да. Вот четверть людей. Даже не важно, ребенка. Ребенка-то, может, еще и больше надо жалеть, чем взрослого. Четверть нашего населения вот так вот думает. Это нормальный факт. То есть он факт ненормальный. Но вот так устроено наше общество. Ну, я думаю, может, там кто-то еще со зла просто так сказал, что вот пожестче бы. Вообще мы очень лютое общество. И нас так воспитывали поколениями, как лютое общество. Те, кто ездят за рубеж, они понимают, что в Европе, во всяком случае, ну, русский человек, он... Я понимаю, что меня в Европе узнают как русского. Как моя жена говорит, у тебя рожа злая. Ты идешь, вот сразу видно, что идет русский. Походка какая-то дурацкая. И Уралвагонзавод такой, как будто в кармане заточка. Ты соотечественник, узнаешь за 50 метров. И это запечатлевает... И осторожно переходишь на другую сторону улицы. Ну, во всяком случае, не выражаешь восторга, да, так. Потому что мы-то все внутри, каждый по одиночке хороший. А вот ко всем остальным, особенно к нашим, мы относимся так довольно сурово. Российское общество жестокое? Жестокое? Конечно, жестокое, конечно. И нас так воспитывали, мы же бойцы, мы же не, как там, несгибаемые, мы еще что-то, мы готовы погибнуть. Лечь брюхом на пулемет, это вот самое главное. То есть, по морде дать, это лучше, чем договориться. Ну, да, я все молодые годы этим и занимался. Это, на самом деле, ну, это огромное количество культурологических исследований на эту тему. Лучше всех, по-моему, у Лотмана написано, что вот сейчас мы переходим из этой бинарной культуры. Бинарная, значит, есть черный, белый, свет, тьма. И поэтому русский спор кончается дракой. Я, на самом деле, благодарен, что вы вспомнили именно Лотмана и вспомнили вот эту бинарность, да. У нас просто крайне мало времени, да. Извините, да. Нет, принципиальный момент вы высказали, да, то, что вас это не удивило, а меня это поразило, да. Ну, расстроило, так скажем. И вот эти параллельные миры. И что касается черно-белого. Дмитрий, мне представляется, что в нынешней России вообще все отказываются друг друга слышать и слушать. Мир поделился, знаете, на тех, кто либо за красных, либо за белых. Я утрирую сейчас, да, но тем не менее. Да нет, не совсем утрирую. Либо за свободу, либо за родину, да. И вот это, либо за выборы в Координационный совет оппозиции, либо их полное отрицание, либо, я так скажу, либо за Собчак, либо по принципу, а кто она такая. Вот я хочу понять, мы куда вообще и с чем? Вот, Коль помянули Лотмана. Он говорит, что естественный процесс, уход от этой вот бинарности, мы и враги, буржуи и пролетарии. И никогда они не договорятся. Вот почему, кстати говоря, в марксизме была идея антагонизма. То есть пролетариат никогда не договорится с буржуизией. На Западе договариваются, через забастовки, как-то договариваются. А у нас... Парламент? Да. Или один удушит другого, или... И эта идея воспринята обществом, вот как антагонизм. Почему она... Ванга, она не воспринята, идея марксизма, и идея вот этой диктатуры пролетариатов. У нас воспринята. Я думаю, что разные социокультурные субстраты. Но традиция взаимодействует с современностью. И современность не на уровне слов, не на том, что там Юрий Паранько и Дмитрий Орешкин говорят по радио, а на уровне повседневной практической деятельности показывает, что нет. Вот нельзя сказать, что все евреи вот такие вот, а все русские вот замечательные. И наоборот. Потому что на практике люди видят, что вот такие... И эти бывают приличные, и те бывают плохие. И среди наших полно того, с чем не хочется общаться. И среди чужих есть приличные люди, да? Но почему такая категоричность? Сейчас я вот как раз к этому подхожу. Так вот, Лотман как раз и написал, что вот эта непримиримая черно-белая культура, идущая корнями из тысячелетий нашего прошлого, она сталкивается с реальностью, которая ее превращает в то, что он назвал некрасивым словом тернарная культура. То есть, на самом деле, как у Гегеля противоречия. Плюс-минус происходит там не аннигиляция, а формирование новой сущности. Значит, тезис, антитезис, а в результате получается синтез. У нас, когда тезис с антитезисом встречается, в результате получается драка. Потому что или тот побеждает, или этот. А нового качества не получается. Так вот, значит, сейчас мы неизбежно, как культура, как страна, как люди, переходим вот в эту тернарность. А власть, власть, целеустремленная и последовательно, пытается нас загнать в бинарное русло. И нам говорят, враги, вот 20 лет я не слышал вот этой вот риторики, кощунство, святотатство. Значит, есть святыни, и есть злые, отвратительные, абсолютное зло, которое вот глумятся. Вот все эти слова советские всплыли сейчас через 20 лет, и не случайно. Это, на самом деле, попытка вернуться опять вот в этот черно-белый мир, потому что им легче править. Наш мир — это свет. Вокруг света должна быть стена, чтобы черный клубящийся вокруг мрак нас не захлестнул. Называется железный занавес. И здесь наш носитель светлого, доброго, вечного, помазанник Божий, непосредственный представитель Господа нашего Иисуса Христа на земле, руководит в цесарством цвета, а вокруг какие-то извращенцы, чудовищные люди, которых надо отстреливать, уничтожать, отрывать им головы и так далее. Это... Применять телесное наказание. Безусловно. И уж если мы до них доберемся, так мы же обязательно их от всей души выпарим. Это деградация. Это попытка загнать народ, культуру в ту самую эпоху Сталина, когда все было понятно, когда вот было светлое коммунистическое общество и вокруг враждебное буржуазное. И как просто им было управлять. Примерно как Северная Корея. На самом деле, как мне представляется, оппозиция или часть оппозиции отвечает тем же. Абсолютно. Вот этой категоричностью. Путин уходи. Это по принципу сам дурак. Конечно. Это вот ничего другого. А что изменится? Ну, вот я тоже хожу на эти митинги. Я тоже выступаю в оппозиции всякий раз, понимая ограниченность и, в общем, бестолковость этих действий. От Путина персонально зависит чрезвычайно мало. Потому что, ну что, найдем, скажем, что это плохое царь, найдем хорошего. Не в этом дело. Дело в том, что на самом деле оппозиция потому такая плохая, что она вытеснена властью за пределы вот этого круга света. А на самом деле, если бы власть была ответственная и думала, что она не вечна, а она тоже из грешных людей состоит, она должна была бы этой оппозиции, но если не воспитывать, не создавать какие-то благие условия, то во всяком случае оставлять ей легальную поляну. Ну, например, проводить честные выборы. Смеха ради, скажем так, да? Как в Англии было. Оппозиция ее величества. То есть она оппозиция, но при этом она, это нормальная часть общества, потому что оно не двумерно, оно многомерно. Есть парламент, там есть разные сволочи, есть государь, вернее, там король, есть всякие там вегетари, у всех у них куча своих интересов, но они как-то должны находить, ну, скажем так, общий компромисс, что ли. По крайней мере, находиться в режиме диалога. Да, и вот таким образом формируется вот это самое многомерное общество. Оно не предусматривает двумерности. Прервемся на краткий выпуск новостей. Здесь Дмитрий Орешкин, пишите письма на финам.фм. 19 часов 18 минут, реальное время, финам.фм. Здесь Дмитрий Орешкин, письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Дмитрий, так вот как разорвать-то эти цепи? Потому что, вы знаете, я вот сегодня написал очень злой пост, за него меня очень многие критикуют, хотя многие ставят перепосты и публикуют. Я его назвал так, большевизация России, да, то есть большевизация, я подразумеваю, вот эти крайние точки, да, снести до основания, а потом, простите, а мы не знаем, что потом. А потом мы будем сидеть, разбирать и, может быть, к чему-то придем, да. Или я вижу, как лозунги, а давайте заберем и поделим, вновь стали актуальны. Их произошла резкая актуализация. Масса людей готовых под ними подписаться. Я понимаю, что в обществе есть спрос на справедливость. Но, ребят, неужели невозможно вот эти зерна отделить от плевел и понять, что это просто популизм, это разводка, причем очень дешевая, которая может очень дорого обойтись в страде. Безусловно так. И одна из проблем, как мне кажется, современной политики заключается в том, что все равно Путин раньше или позже уйдет. Это правда. Это нормально. Теперь ему на смену придут леваки. Вот теперь практически уже нет интернативы. Слушайте, мы с вами не разговаривались. Потому что черно-белое. Они вернули вот эту черно-белую концепцию. И, значит, сейчас... Вы видите, этот протест, он почему меня вызывает все большую муку. Хотя я понимаю, что надо его поддерживать. Потому что он левеет. И там вот уже люди опять же мыслят, что вот там олигархи все богатые, вот всех собрать, всех отобрать, поделить. Это же мы все проходили. Ну, я думаю, что такого уж прям большевизации не произойдет. Но то, что Путин в коллективном смысле слова дискредитировал идею капитализма, так же, как советская номенклатура дискредитировала идею социализма, потому что и то, и то номенклатурное общество. Но для широких трудящихся масс эта мысль слишком сложна. Они говорят, что богатые, значит, сволочи. А мы бедные, значит, хорошие. И власть, не позволяя людям реализовать свои, может быть, ошибочные суждения, не позволяя им взаимодействовать, вот вытесняя их за круг света, она себя подталкивает вот к таким черно-белым решениям. Вот, да, она изо всех сил себя сохраняет во власти, при этом разрушая систему выборов. Для меня самое трагичное, что разрушается система взаимодействия общества и власти через выборы. Ну, посчитайте честно голоса, ведь мы же налогоплательщики. Ну, да, мы можем ошибаться, да, мы можем голосовать. И, скорее всего, вы, господин президент, победите. Чем во втором туре, несомненно, побеждал. Ведь самый популярный политик. Ну, зачем было тянуть за уши на больше 50, когда реальная поддержка где-то 45-50? А уничтожается институт. Вот как у автомобиля уничтожается сцепление между двигателем и колесами, между верхами и низами. И они вроде как-то это и чувствуют наверху. Но изменить ничего не могут, потому что интересы номенклатуры наверху так вот сформировались, что они отбрасывают все альтернативы, причем отбрасывают в первую очередь наиболее рациональные альтернативы. Кого больше всего власть третирует? Даже не левых. Она третирует больше всего. Немцова, Касьянова, то есть та же самая вот публика, которая как бы классово к ним близка. Да, это буржуазия и так далее. Они их боятся больше всего. И в результате они, в конце концов, мы допрыгаемся до прихода удальцов. Удальцов симпатичный мужик, он мне нравится лично. Но он левак. А в моей голове левак рифмуется со словом дурак. Значит, извините, пожалуйста. Может, я ошибаюсь. Как говорят в таких случаях, как говорит у нас Владимир Владимирович, ничего личного. Ничего личного, да. Потому что если нет стимула для создания бизнеса, если ты не можешь себя реализовать, не создашь ты этот бизнес, и все эти системы справедливого распределения, будь то Греция, будь то Испания, где социалисты в власти, кончаются они примерно одинаково. И всегда не самым хорошим образом. Надо личность человеческую поддерживать. В этом смысле я, скорее, либерал. Но я, может быть, ошибаюсь. Хорошо, давайте выбросим все эти самые идеи на нормальный, честный, конкурентный информационный рынок, зарегистрируем эти партии, и пусть они состязаются. Кто-то наберет больше, кто-то наберет меньше. Нравится это мне, не нравится. Я уважаю свою народу. Но власть говорит, Дмитрий, все, мы же вам шлюзы открыли, мы всех зарегистрировали. И будем регистрировать. Вы хотите сказать, что, скажем, Явлинского зарегистрировали на президентские выборы в качестве кандидата? Это, они же, на самом деле, это называется, плюют в глаза и говорят, что божья роса. Мы вас всех зарегистрировали. Путин после этого говорит, что пусть они поучаствуют, и все убедятся, что они ничего из себя не представляют. Поддержки у них нет. Но ведь зарегистрировать мало, надо еще соблюдать закон. Надо хотя бы честно считать голоса. Я не говорю про одинаковые права при доступе к средствам массовой информации. Это прямой функционал президента, соблюдение Конституции. Интересная мысль. Очень свежая. А у него есть серьезные... Это вручение главе государства. От нас с вами. Да, это ваша епархия. Непосредственно так от нас. Я думаю, что отряды радиослушателей тоже. Есть функция президента по выполнению формальных требований Конституции. И есть неформальная функция президента по обеспечению интересов той части номенклатуры, которая, с его точки зрения, контролирует эту страну. Обеспечивает державность, единство, там, значит, за счет номенклатурного класса. Как он может требовать выполнения Конституции от господина Кадырова? Никак он этого не может, потому что, если требовать исполнения Конституции, то там не будет вам 99,8 за Единую Россию и за Путина лично. Там не будет коррупции, а, следовательно, нельзя будет купить лояльность этих самых элитных групп или там номенклатуры местных и так далее, и так далее. И республика уходит в горы, если ее не подкармливать коррупционными подачками. А так она сейчас как бы при нас. Правда, мы ей платим 2 миллиарда долларов в год, а взамен получаем нарисованные цифры голосования. И как из этой ситуации выбираться, я не знаю. Потому что, на самом деле, если демократия, то вертикаль и, может быть, даже единственное пространство нашего политического испытывает очень серьезные перегрузки. А если нет демократии, они этого не могут делать. Путин на кого опирается? На номенклатуру. На региональную номенклатуру, на центральную номенклатуру, на лоббистские структуры, там, в этих оборонных структурах, в обществах, лоббистские группы, да? Их обидеть он не может. Они подчиняться Конституции не хотят. Они действуют в интересах своих клановых, узких, корпоративных групп. Когда тот же господин Кадыров говорит о том, что у нас в традиции кровная месть, у меня возникает вопрос. А где у нас Конституция про кровную месть? Примерно там же, где про телесные наказания. Точно так же сейчас может сказать патриарх, а у нас вот 27% высказали за телесные наказания. И так высказался, наверное, православный лют, да? У нас так принято. Почему бы нам не начать вот пороть алкоголиков, наркоманов и еще кого-то? Это будет им на пользу. Знаете, я когда опубликовал, опять-таки, вот эти данные в ЦОМ у себя, в Life Journal, да, в блоге, я был поражен. Идут комментарии с поддержкой, реально, да? А знаете, в каком ракурсе? По отношению к извращенцам, к педофилам. То есть вот с этого все начинается. Ну, естественно. Но кто будет решать, извращенец ты или не извращенец? Значит, для начала надо иметь суд, чтобы доброкачественный, чтобы он решил, вот этот человек виноват. Идите в суд. Суд известный как устроен, да? То есть, а тогда, если нет суда, то пороть будут по решению казачества, которое порядок обеспечит. А они будут руководством классовым чутьем, руководством отца классовым чутьем, как было в 17-м году. Вот ты в белых перчатках идешь на улице, вот мы тебя сейчас к стенке, руководствуясь классовым самосознанием, без суда и следствия. То есть вот это все, на самом деле, глубокое варварство. И это решается не административными методами, это решается, помимо нашей воли даже, развитием культуры. Вот люди ездят за рубеж и видят, как там устроено. Люди не верят нашим словам. У каждого человека есть своя система ценностей. Он может с интересом слушать, что я говорю, может считать, что я ахинею несу, святая правда. Но расстрелить меня не надо. Вот можно я буду говорить то, что я думаю, а вы можете соглашаться, не соглашаться, может вам что-то понравится, что-то не понравится. А то логика, которую сейчас выбирает власть, она говорит, как раз вот таких людей надо расстрелить. Они чужды. А какую логику выбирает оппозиция? Оппозиции нет. Я, как и вы, с ними лично со многими знаком, неоднократно они были в этой студии. Я всегда поддерживал и поддерживаю многие их начинания. Но, по-моему, они также, они не левеют, нет. Они большевизируются, понимаете? Они такие же становятся крайне. Вот я почему, кстати, вспомнил про Ксению Собчак, да? Мы с ней вчера общались в связи с предстоящими выборами в КС, да, в Координационный совет. И я видел твиты, я видел сообщения, которые шли мне, да, в эфир, были злобные. Самая мягкая, кто она такая, да? При этом человек призывал людей. Да, 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 дом 2 и поехали, да? При этом человек призывал, она говорит, я призываю центристов, я призываю право либералов, да, сконцентрироваться. Перейти от критики к реальным делам, к реальным проектам. Юрий, а какие могут быть реальные проекты? Не знаю, предложение реальной антитезы политики Путина. Вот это пафосно звучит, но слушайте, ну давайте сформулируем четко это, да? Как это можно сформулировать? Мы четко сформулировали. Давайте сделаем честные выборы. Ну, что четче? И тогда будет видно, чего страна хочет. Она хочет идти влево. Но это для него угроза, это для него угроза. Конечно. Поэтому он никогда этого не пойдет. Поэтому никогда у нас не будет приличный, пока работает коллективный Путин, никогда не будет приличной оппозиции. Где приличная оппозиция в Белоруссии? Там тоже самое. Говорят, да вы посмотрите на них, они все ростом полвершка. Это потому что оппозицию надо, ну не скажу, воспитывать, но во всяком случае позволять ей расти. А какой интерес у господина Лукашенко в появлении оппозиции? Он ее или ломает, как там тех, кого посадил сразу, или стрижет, так что она, чтобы ничего не выросло, как выросл Владимир Владимирович Путин. И у нас то же самое. И не будет приличной оппозиции до тех пор, пока не будет понимания во власти, что оппозиция штука полезная. Не для власти. Путин, вы думаете, нет этого понимания? Есть чисто теоретическое. Так же, как есть понимание, что нужно повышать инвестиционную привлекательность России, что нужно заниматься конкуренцией. Вот все это теоретически он понимает. А когда он принимает практические решения, он конкуренцию отодвигает в стороны и продвигает своих людей, которым он верит. Потому что это важнее. Как государь-император говорил. Я знаю, что... Но это трусливая оппозиция. Это трусливая, может быть, циничная, но спрагматичная. Но это не позиция сильного человека. Это не позиция человека, который думает о будущем страны. Это позиция человека, который думает о будущем своей корпорации. Он должен уже задуматься, уж простите, то, что мы о нем так в третьем лице, да, и достаточно фамильярно. Но господин президент, наверное, уже думает о своей странице истории в истории России. Ну, бог его знает, о чем он думает. Да думает. Ну, понимаете, уже в это время, в это время, да, вы правильно сказали, он рано или поздно уйдет. Восемнадцатый год, позже. Но это рано или поздно произойдет. Хочется, наверное, войти с красивой буквы и желательно заглавной. Наверное, да. Но он надеется, я так думаю, глядя на него со стороны, что он надеется уйти как человек, который сохранил единство России, убрал риски территориального распада. И в этом смысле абсолютное большинство населения с ним вместе. И, наверное, в этом есть своя мудрость. Но он получил страну на рубеже 99-го и нулевых годов с достаточно развитой системой конкуренции. Не скажу, что демократической, а скажу, что хотя бы несколько конкурирующих конгломератов было. Был сильный конгломерат Лужков, Лужков-Примаков и губернаторы, там Рахимов, Шаймиев и прочие, Аушев. Был сильный конгломерат вокруг левых, Зюгановский. И был сильный конгломерат путинско-березовский, значит, единство. И они друг с другом серьезно конкурировали. И выборы тогда были честнее, потому что там были представители гражданского общества, которых можно вот сейчас взять и просто в наглое сделать с ними все, что хотят. С Лужковскими людьми не так трудно было поступить. Причем до недавнего времени. Да. И с Зюгановскими трудно. И выборы поэтому, именно потому что была конкуренция. Они в 99-м году, что бы сейчас ни говорили, опять же, те, кто говорили, а всегда так было, а всегда. Да нет, в 90-м году выборы были честнее. И Путин в 99-м году и в 2000-м году президент выиграл честные выборы. Да, там был Даренко, телекиллер и так далее. Но в прессе было достаточное количество выступлений со стороны Лужкова, Примакова и так далее. И после этого у него была возможность или эту систему оптимизировать, так сказать, расширять, вводить эту конкуренцию. Либо снести ее. Либо снести и построить вертикально. Дмитрий Орешкин, реальное время. Продолжим после новостей. 19 часов 33 минуты. Это реальное время. Финам.фм. Здесь у нас в московской студии. Напротив меня Дмитрий Орешкин. Ваши письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Для ваших телефонных звонков. Стоит ли стремиться... Сейчас вот, ну, в общем-то, проложу такой небольшой мостик. От предыдущего... От предыдущей темы нашего разговора. Стремиться к консолидации оппозиционных сил. Я сейчас говорю даже не о скрещивании ужа с ежом. Я имею ввиду правых и левых, да? Ну, по факту мы это видим. И это вызывает у меня беспокойство определенное. А консолидации людей, которые, в общем-то, по платформам, да, по позициям, простите, по вот этому затасканному слову идеологии, да, они близки. Или, в общем-то, к этому не стоит? Юрий, вы знаете, думаю, что надежды, что оппозиция вот сейчас сможет перехватить власть, просто нет. И, может быть, это и к лучшему. Потому что вот та оппозиция, которая сейчас есть, она действительно союз уже с ежом. Я придерживаюсь той точки зрения, что в России надо жить долго. И изменения происходят не потому, что их кто-то захотел, и там пришел какой-то сильный лидер. Хотя я, например, с большим уважением отношусь к Навальному и к Удальцову, потому что это действительно сильные люди, сильные ребята. Но сейчас еще не их время. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про консолидацию, я пытаюсь вот как его повернуть. Мне кажется, это школа жизни. Мне кажется, то, что вот сейчас они там выбирают, как называется, Координационный совет, это честный протопарламент. Но многие отказались, отказались, яблоко там, РПР, Парнас. Это нормальное дело, значит, кто-то пробует, кто-то не пробует. Это свободный выбор. Что значит протопарламент? Вот эти протесты уличные. Я думаю, что они выдыхаются, потому что, ну, сколько можно на эту улицу ходить? Я вот ходил, я слушал, Удальцова я слушал, Немцова я слушал. Я знаю, что они мне скажут. Что мне еще раз-то ходить? Ну, ходишь, потому что надо ходить. Ну, в конце концов, можно позвонить, да, и пообщаться. Да, и спросить, что они, да, собственно говоря, примерно понятно, что они скажут. Ну, так вот, дело не в том, что они говорят. Дело в том, что они на практике изучают азы будущей России. Извините за пафосное выражение. Которое заключается в следующем. Если мы хотим вывести 100 тысяч на улицы, там должны быть левые, там должны быть правые, там должны быть националисты, там должны быть анархисты, там должны быть гей-активисты и черт знает кто еще. Потому что это все члены нашего общества. Если пойдут только националисты, будет 3 тысячи человек. Если пойдут только левые, будет там 10 тысяч человек. Если пойдут только правые, я не знаю, сколько будет. Немало, кстати говоря. И только если они объединяются и создают какой-то общий коордиационный орган, в котором есть идеологически, категорически претворяющие друг другу люди, такие как немцов и удальцов, только тогда они могут вывести здесь 100 тысяч. Другое дело, что это пустое. Хоть 200, вы видите, власть все равно не почешется. Она так устроена сейчас, что ей то, что происходит внизу, неинтересно. Вот путинская логика такая, что важно обеспечить лояльность элит, важно обеспечить лояльность номенклатуры, а там они дальше уже на местах сами разберутся. А граждане или хомяки эти офисные, да хрен бы с ними. Так вот, значит, думается мне, что это тупиковая ветвь пока, вот выходы на улицу. И только в одном смысле она мне бросает в мое сумеречное сознание нить оптимизма или искорку оптимизма, что люди на практике начинают учиться и понимать. Немцов понимает, что удальцов ему не враг. Конкурент, да, значит, там борец за другую систему ценностей, но не враг. И уже физически Немцов не сможет застрелить, условно говоря, расстрелять или выпарить удальцов. И наоборот, да, вот они просто друг другу в глаза смотрят. И в этом смысле... Это, кстати, неплохое достижение на самом деле. Ну вот я только... Я как-то вот поймал сейчас себя действительно на этой мысли, когда вы это произнесли, да, что уже при новом раскладе, там, будет ли он завтра или послезавтра, или через какое-то время, да, эти, по крайней мере, эти две, два персонажа точно не будут стрелять друг в друга. Ну, конечно, и Гудков не будет с Навальным, при том, что каждый из них грешен, каждому из них можно предъявить огромное количество претензий и к Гудкову, и к Навальному, там, мне много не нравится, что он делает. Но я же вижу, что он яркий, я вижу, что это будущее России, дай бог им здоровья, там, я поэтому их и поддерживаю, при том, что мне, там, категорически не нравятся некоторые слова, которые произносят некоторые люди на этих митингах. Ну, они имеют право, они мои сограждане, они видят свою Россию, я вижу свою Россию. В конце концов, если мы за демократию, то каждый имеет право на свое мнение. Ну, конечно, конечно. Ну, то есть вы считаете... Значит, я считаю, что эти выборы штука полезная. Полезная. Значит, не в том смысле, что они сейчас выберут какого-нибудь главного начальника, условно Навального. Ну, да, да, да. И он, значит, сразу будет... Его пригласит Владимир Владимирович на переговоры. Кстати, не исключено, может и пригласит. Они попытаются... А, кстати, сильный ход. Купить захотят, там, инкорпорировать. Потому что это же понятно. И это тоже нормально. Не застрелить, не в Сибирь сослать, а предложить должность, там, вот как-то вот так вот. Это типичная буржуазная политика только столетней давности. Вот сто лет назад это было и в Америке, и в Англии. И точно так же лидеров социал-демократов, там, буржуазия покупала. Точно так же она вступала в договоренности с лидерами профсоюзов. И Владимир Владимирович Ленин их клеймил, там, за хвостизм и еще за что-то. А на самом деле, таким образом они какие-то находили компромиссы. И благодаря этому эти страны существовали. И мы найдем. Компромисс все-таки лучше категоричности. Мне тоже так кажется. И мы найдем. Просто быстро только кошки плодятся. А страна большая, поэтому очень медленная. Пока импульс там от мозга до хвоста дойдет, это десятилетие проходит. Нам-то кажется, что вот все вот, ясно, ясно, мы такие умные. А потом раз, и оказывается, что 27% считают, что очень даже неплохо пороть нехороших людей. Да, одна из новостей сегодняшнего дня. Нет, Дмитрий, хочу сейчас резко изменить, ну не то чтобы резко, но изменить тему нашего разговора. Смотрите, российский парламент, в общем, меня удивляет, честно говоря. А меня уже нет. Я поясню сейчас, да. То есть, с приходом Нарышкина, как новый спикер сказал, это теперь будет местом для дискуссии. По-моему, нынешний парламент превратился в место для разборок. Причем скандальных разборок. Со всех сторон уже посыпались компроматы. Ты так, а мы тогда вот так. У Гудкова уже забрали мандат. Скандально. Ну, факт есть. Сейчас появляются уже списки. Там, значит, Дмитрий Гудков, да, Илья Пономарев публикуют просто золотые кренделя практически каждый день. А единороссы огрызаются. Я тут с одним общался, он говорит, а я чувствую поддержку своей партии, вот чтобы они там не публиковали. Другой говорит, я в суд буду подавать им по статье клевета, да, значит, ну это вот Андрей Исаев и так далее. При этом. Андрей Исаев, это моя нежная любовь. Я на него смотрю с восторгом. Человек 10 лет борется за то, чтобы прожиточный минимум свести с минимальным размером оплаты труда. И 10 лет он не может этого добиться. И каждый раз, говоря о том, что трудящийся человек должен быть сыт, то есть его зарплата, минимальный размер оплаты труда, не должна быть меньше минимального прожиточного минимума. И всегда это, 10 лет это сохраняется, и он уже пятый, по-моему, раз избирается в Думу вот с этим замечательным лозунгом защиты человека труда. А у него у самого уже, значит, лицевой отсек в телевизор не помещается, не говоря про то, что недвижимость в Германии, недвижимость, две квартиры. Но не у него, не у него, а у второй половины. А по закону считается, что регистрировать следует собственность и семейную тоже. Ну, во всяком случае, на паях. А собственность жены это наполовину собственность мужа. Ну, все-таки к парламенту. Сейчас, значит, я договорю эту идею. Они бы этого не хотели. Ну, собственно говоря, я уже по вашему направлению двинулся, к парламенту. Правила двумерной игры, о которой мы вначале говорили, заключается в том, что пацанам, правильным пацанам, можно все. А лохам нельзя ничего. И есть мир правильных пацанов, где все живут по понятиям. И где у тебя есть пряник, ты его сидишь, жуешь, ну, в ответ не выступаешь. Значит, ты где надо голосуешь. И заботишься о трудящихся. Может появиться еще один пряник. И будет еще один пряник. И вдруг появляются люди, которым это делается душно. По разным причинам. У Гудковых, у семьи Гудковых, был хороший мясистый пряник. Он из спецслужб. Он вообще свой. И тут вдруг ему делается чего-то мало. И власть этого не понимает. У тебя что, пряник мало? Мало размера? Нет, сиди. А он вдруг оскорбился. На самом деле, это человеческая мужская логика. Вот противно стало человеку. Я так понимаю. И тут они по понятиям, по-пацанским. Ах ты такой. Значит, мы тебя сейчас из вот этого светлого круга пацанов по понятиям низвергаем в мир лохов. А потом еще и посадим, чтобы другим было неповадно. И по правилам, по тем правилам, которые они вынесли из еще советской реальности, Гудков должен был пасть на колени, покаяться перед любимой партией, просить, чтобы его не расстреливали или хотя бы семью. Да, только сослали на 10 лет куда-то. А он начал сопротивляться. Что вызвало у них не то, что возмущение, а просто непонимание. Это нарушение правил. А он вместо этого говорит, смотрите, да, у меня там охранный бизнес. Не совсем, ну, он точно так же, как у других, у жены. А у вас-то что? И в результате, значит, Единая Россия получила совершенно не то, что рассчитывала. Она рассчитывала в угоду 27% наших слушателей. Высечь, господина Гудкова. А вместо этого получила здоровенную оплеуху. И теперь есть с этими оплеухами еще разбираться долго. И особенно слушатели финала. Савтра будет заседание комиссии Госдума поэтики. И рыло в пуху там у каждого второго. Тут сомневаться не приходится. А может быть и у каждого первого. Собственно, люди-то не глупые. Они все свои интересы. Успешные? Да, они умеют соблюдать. Так вот, значит, вместо того, чтобы заткнуться и превратиться в лагерную пыль, и исчезнуть из круга света, превратиться там во врагов, и исчезнуть, просто как личность, как явление, как что угодно, старший Гудков, да, уходит из Думы, а младший-то остается. И в этом ужас вот этой системы. Потому что для нее, если она хотя бы формально соблюдает законы, то она не может в этих условиях побеждать. Формально она не может младшего Гудкова выгнать. А он остается и начинает решать ту же самую проблему, которую решал старший Гудков. Неформально, по понятиям, в сталинскую эпоху, в советскую эпоху, в брежневскую, куда бы делся этот самый младший Гудков. Его бы уже и близко не было. А формально он что? А тут еще дергаются. Еще как. Еще как, да. И в этом смысле наши изменения в нашей стране, они необратимы. Вот именно в культурном плане таком. Ребята, если вы по закону делаете, то, пожалуйста, делайте по закону и относительно себя тоже. Закон, он чем для них страшен? Он их, ведь любой закон, он ограничивает не только тебя, гражданина, но и власть тоже. То, что в законе прописано, то можно, а что не прописано, значит, для власти, того нельзя. А она любит действовать по понятиям. То есть для вас, дураков, закон, а законом руководим мы. Потому что наш и настоящий закон звучит следующим образом. Кто начальник, кто-то прав. Вот мы 70 лет по этому закону жили, и они хотят дальше жить. А приходят люди и говорят, нет, мы хотим жить по формальному закону. И никакой разницы между Гудковым и Исаевым с точки зрения закона не должно быть. Если ты рассказываешь про мою собственность, я могу рассказать про твою. Это правда. Дмитрий Орешкин. Реальное время. Краткий выпуск новостей, затем ваши звонки и письма. Дмитрий Орешкин. Что это за концепция? Выбор меньшего зла, борьба ради борьбы. Поясните свое высказывание, пожалуйста. Поясню. Дело в том, что мы не можем никаким другим способом довести до власти свою неудовлетворенность тем, что происходит в стране. Голоса, которые я отдаю как гражданин и многие другие, считает Владимир Евгеньевич Чуров. Поскольку я занимаюсь электоральным проблемами, я знаю, как он их считает. Я считаю, что необходимо зафиксировать свою неудовлетворенность положением дел. Я могу это делать с помощью высказываний на радио, с помощью писания каких-то текстов. И я могу, как один из участников митинга, выходить на эти митинги. При том, что я думаю, что любой радиослушатель согласится со мной в том, что далеко не все то, что он там слышит, ему нравится. Мне, например, категорически не нравится рев националистов. Там был какой-то персонаж, я не помню его фамилии. Ну и что? В конце концов, если его пригласили, он имеет право реветь, потому что он кому-то нравится. А мне нет. Мне не нравится то, что я слышу от Удальцова. Ну и что? Но я считаю, что поскольку мы говорим про демократию, они имеют право существовать в этом обществе, так же, как и я имею право. И я поддерживаю их право заявлять свои претензии к власти. Вот такая логика. Добрый вечер, в эфире как вас зовут, Алё? Добрый вечер, меня зовут Илья. Вопрос у меня следующий. Вот 20-21 октября, если я не путаю, состоится выбор оппозиции в Координационный совет. Не путайте, да. Мы с товарищем обсуждали сегодня эту тему и сошлись на том, что, по крайней мере, внешне эти выборы очень похожи на наши большие выборы президентские. Потому что, что президентские выборы организует друг президента Чурова, что выборы текущие будет организовать друг Навального, которого, я думаю, никто не сомневает, что он займет первое место. Вопрос тогда, ну, только получается, что эти выборы, в принципе, похожи, ну, по крайней мере, внешне, да, по всем признакам. И вот лично я буду всех своих друзей призывать, кто будет голосовать, призывать голосовать за любых кандидатов, кроме Навального. Мне, честно говоря, не нравится такая ситуация, что выборы превращаются в нечто похожее на нашим большим выбором. Спасибо. Спасибо, Илья. Ну, что, очень здравое соображение. Выборы вообще все друг на друга похожи. И формально. И американские, и германские, и английские, и российские. Так же, как похож настоящий диплом о высшем образовании и на диплом, который вы купили за сколько-то там в подземном переходе. В чем разница? Думаю, что те люди, которые сейчас организуют выборы, прекрасно знают, не думаю, а знаю просто, имеют огромный опыт общения с выборами по Чурову. Поэтому они там обеспечат независимый контроль. Так сказать, потому что у них у всех выбор – это всегда конфликт интересов. И правильные выборы – это когда конфликтующие стороны участвуют на равных в подсчете голосов. Я не думаю, что Навальному удастся протащить голоса, которые на самом деле за него не высказывались. Все-таки это не Чуров. Там за ним будет следить рядом и Удальцов, и еще кто-то, и еще кто-то, и еще кто-то. Я знаю лично, я думаю, вы знаете, Леонида Волкова, который взялся за это дело, депутат Екатеринбуржеской Думы. Я ему верю. Ну вот в этом-то и разница. Это те выборы, в которые можно верить. И потому что там ясно говорят о том, что да, мы конкуренты, да, но у нас есть общность интересов в том, чтобы выборы были честные. Вот эти. Потому что если они будут фальшивые, то вообще зачем... Кстати говоря, там накануне то стоит, ради чего стоило бы идти на позорище и потом говорить о том, что жить так, что... Вот это тот человек, который фальсифицировал даже незаконные выборы в каких-то своих странах. Да, следом возникает вопрос, да. А заинтересован для Алексея Навального фальсификации выборов в Координационный Совет оппозиции? Слушайте, ну мы до маразма так дойдем. Нет, ну а то, что Илья прав, потому что вот у него есть такой взгляд. Он думает, что там, значит, ну тем не менее он в выборах-то будет участвовать. Ну, отлично, он реализует свою гражданскую позицию. Он молодец. Хотя я с его позицией в данном случае не соглашаюсь. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Ален? Здравствуйте, меня Юрий зовут. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. А вот у меня, знаете, какой вопрос у меня... Ну, все понятно, как бы, нашим обществом. Вот, как вы, Дмитрий, говорите, вот эти правильные пацаны, что у них в душе. Ведь они же понимают, что они в сущности занимаются вредительством для страны. У них же ведь подрастают дети, они учатся там, ну, не знаю, там в Лондоне, например. Рано или поздно они все соберутся, и дети будут этим своим родителям говорить. Папа, ну зачем ты родине вредил? Почему меня тут все, там, ребята в Лондоне надо мной стебутся, смеются, и как бы это... Ну, не знаю, что у них, вот как вот... Вот, вы знаете, у меня примерно такой же взгляд. Вот я, скажем, думаю, пытаюсь влезть в шкуру Владимира Евгеньевича Чурова, у которого молодой сын растет, ему там 20 с небольшим. Вот он все слышит, он все читает. Как он с папой общается? Я не знаю. Выносит мне фамилию отца. Ну да. Но, когда общаешься с этими людьми напрямую, ты понимаешь, какая мощная защита психологическая выстраивается на уровне каждого из нас. Они совершенно искренне убеждены, что они спасают державу. А вот они совершенно искренне убеждены, что такие люди, как я, проплачены там госдепом. Или, если не проплачен, значит, просто дурак бесплатно работает, да, значит, на Америку. Это вновь, пацаны и лохи. Ну да, лохи, значит, они даже не понимают, что их развели, значит, и они тут о чем-то поскуливают. А мы сильные, решительные. Мы спасаем Родину, мы спасаем ее от происков, там, ЦРУ, мы спасаем ее от развала. Они и Владимир Евгеньевич Чуров искренне служат той системе ценностей, которая их воспитала. А воспитала их, если верить свидетельству Марины Солье, Лубянка. Потому что она говорила о том, что еще во времена Ленсовета, депутаты Ленинградского совета установили, что Владимир Евгеньевич Чуров работал на КГБ. И вот люди из этой структуры, у них совершенно определенная система ценностей, далекая от того, о чем Юрий рассуждает, о чем я рассуждаю. Надо понимать, что они считают себя правами. Вот такая логика. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Вечер добрый. Илья, Москва. Интересная ситуация, получается, с нашей оппозицией. Люди, борющиеся с властью, на проверку оказываются ничуть не лучше этой власти. Если они даже не хуже. Гудков-младший кричащий, я сдам мандат, я сдам мандат. И в итоге так усиленно борется за этот мандат, чтобы его не отдать. А его отец, пришедший в политику, ну, скажем так, совсем небогатым человеком, сейчас оказался очень и очень даже состоятельным человеком. Вопрос, если он не занимался бизнесом, откуда взялись деньги? Вопрос в другом, что власть тоже не совсем корректно делает. Нужно было, конечно, взять парочку своих, показать, устроить им демонстративную порку. И под этот шумок заодно уже всех собрать. Потому что такие товарищи есть не только у СРов, там, еще у кого-то. Ну, я думаю, что во всех партиях наберутся. Нужно было просто делать красиво и всем показать, что мы действительно за правое дело, а не просто так кого-то выдать. Ну, смотрите, Илья. Значит, во-первых, Гудков человек, он, по-моему, полковник тоже из КГБ. Подполковник. Подполковник, да, неважно. Он создал охранный бизнес, который, ну, потому что занимался тем, чем умеет заниматься, и который существовал и до того, как он поступил на работу в Государственную Думу. Как и все люди грешные, поступив, получив мандат, он этот бизнес переписал формально там на супругу, на еще на кого-то. И все остальные поступали точно так же. И поступают. И поступают. И, в общем, на самом деле это даже в некотором смысле понятно, потому что можно было бы формально требовать от них передать вот свою собственность в какую-то компанию, которая бы ему... Если бы у нас были компании, которым можно было бы доверять, и которые не принадлежали бы... Мы понимаем, такой пласт на самом деле, да. Значит, ну, вот что самое важное в вопросе Ильи. Он говорит, что они такие же. Да, конечно, такие. А может быть и хуже. Может быть и хуже. Дело-то не в том, что мы вместо одних плохих пацанов должны найти других хороших пацанов. Дело в том, что мы заранее должны понимать, что они пацаны. Они так или иначе грешны. Они так или иначе будут решать свои интересы. Вопрос не в том, чтобы сменить одних на других, а в том, чтобы выстроить систему взаимного контроля. И когда один Гудков говорит про Исаева, условно, или про Николаева с этими крынделями, плюс ситуации в том, что те, про кого говорят, они начинают понимать, что они тоже про них скажут. И вот именно этот институт, когда грешные люди друг друга контролируют, позволяет создавать не то, чтобы безгрешную политическую систему, но более ли меня оптимальную. А нам вместо этого вложили в голову идею, что есть честные люди, которых надо выбрать, и вот они будут честно руководить это страны. Самый честный человек при отсутствии контроля через два года скурвится и превратится вот в это самое рыло, облепленное пухом, потому что уж слишком велики соблазны. Вот для того, чтобы это не произошло, есть выборы, сменяемость власти, ограничения по срокам и пошло поехать. И все то, что называется проклятой демократией. Все-таки в нашем понимании высочайшее достижение человечества, может быть, как говорил Черчилль, не самое совершенное. Я просто хочу в завершение нашего разговора зачитать письмо Олега, который написал «Спасибо большое за приглашенного гостя, абсолютно солидарен с гостем, будто сам с собой поговорил». «Спасибо, Олег». «Спасибо вам. Дмитрий Орешкин сегодня был в реальном времени на Финам-ФМ. В следующем часе, сразу после краткого выпуска новостей, мы продолжим большой интерактивный вечерний канал и будем вместе с вами подводить итоги дня». Продолжение следует...